Всем привет! Это видео о том, как снизить загруженность диска Windows 10, 8, 7 и Vista. Часто бывает так, что после покупки нового ноутбука или персонального компьютера с предустановленной операционной системой Windows последних версий, или после перестановки обновления операционной системы, пользователь сталкивается с проблемой, когда загруженность диска 100% или близка к этому значению. Данная проблема очень сильно сказывается на производительности вашего устройства, быстрее изнашивает ваш SSD или HDD диск и в целом делает некомфортной вашу работу с устройством. Также данная проблема может появиться и по ряду других причин. На системном диске недостаточно места, убедитесь, что у вас на диске C достаточное количество свободного места. Если такая проблема все же присутствует, то смотрите наши другие видео, где мы более подробно раскрываем эту тему. Ссылка будет в описании. Также данная проблема может быть вызвана вредоносными программами, которые работают в фоновом режиме и съедают системные ресурсы. Подробнее эту тему мы раскрываем в наших предыдущих видео. Ссылка будет в описании. Возможно у вас есть логические ошибки на диске. Как их исправить смотрите наши предыдущие видео. Ссылка будет в описании. Если устранение вышеперечисленных проблем не помогло, то мы с вами поделимся еще несколькими способами решения данной проблемы. Итак, как же устранить загруженность диска? Шаг 1. Открываем поиск и вводим службы. Находим Windows Search и меняем тип запуска на отключено. В результате этого действия будет отключено индексирование контента, кеширование свойств и результатов поиска для файлов, электронной почты и другого контента, что в свою очередь позволит снизить нагрузку на диск. Далее находим службы SuperFetch и PreFetch. Меняем тип запуска на отключено. На современных компьютерах данная функция не особо нужна. Более того, для твердотелых дисков SSD, SuperFetch и PreFetch рекомендуется отключить. Несмотря на то, что данные службы разработаны для ускорения и оптимизации работы вашей ОС, на практике же зачастую они нерационально используют ресурсы вашего ПК и даже в моменты его простоя могут давать большую нагрузку на память и диск. Далее находим службу Фоновая интеллектуальная служба передачи Beats и меняем тип запуска на отключено. Работа данной службы может негативно сказаться на пропускную способность вашего интернет-соединения и также в фоновом режиме загружать ваш диск, автоматически скачивая программы и другую информацию, связанную с Центром обновления Windows или MSN Explorer. Шаг 2. Запускаем диспетчер задач нажатием комбинации клавиш Ctrl-Shift-Escape и смотрим на вкладке «Автозагрузка», какие приложения загружаются при старте системы. Если есть те, которые вы не используете, но незначительно загружают систему, можете их отключить, кликнув по имени приложения, правой кнопкой мыши и выбрав «Отключить». На вкладке «Процессы» также можно посмотреть список задач, которые в данный момент загружают вашу систему, в том числе загружают и жесткий диск. Например, это может быть запущенный в фоновом режиме, антивирус и так далее. Если такие процессы имеются, кликните по ним правой кнопкой мыши и нажмите «Снять задачу». Шаг 3. Во время установки или удаления обновлений, программ, драйверов могут автоматически создаваться точки восстановления системы. Это может стать причиной медленной работы вашего ПК. Как настроить или отключить этот процесс, смотрите в наших предыдущих видео. Ссылка будет в описании. Отключить историю файлов, если эта функция сильно заоружает систему, либо выделите под этот процесс отдельный физический диск. Как настроить или отключить историю файлов, смотрите в наших предыдущих видео. Ссылка будет в описании. Отключить автоматическую дефрагментацию. Саму же дефрагментацию диска нужно проводить обязательно и регулярно, но при этом лучше отключить проведение этого процесса в автоматическом режиме. Как это сделать смотрите в наших предыдущих видео, ссылка будет в описании. Автоматическое обновление Windows, Office и других программ может стать причиной сильной загруженности вашего диска. Большинство программ делают это в фоновом режиме. Поищите в закладке «Процессы» – «Диспетчера задач» подобные программы. В предыдущем шаге я показывал это на примере программы CCleaner. Более подробную информацию ищите в наших предыдущих видео, ссылка будет в описании. Еще одной из причин медленной работы вашего диска может быть использование его по сети. Например, кто-то из сотрудников офиса может использовать для работы общие папки на вашем диске. Постарайтесь выделить для этих задач отдельный физический диск или даже использовать файловый сервер для подобных задач. Если вы используете облачные хранилища от Dropbox, Google, Яндекс и т.д., то старайтесь выделять для хранения и синхронизации данных отдельный физический диск, лучше SSD. В целом, комфортная работа системы зачастую достигается установкой SSD накопителя и использование его под систему, основные программы и т.д. Это сильно повысит производительность вашего ПК при минимальных затратах. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и делитесь им с вашими друзьями. Если у вас остались вопросы или есть пожелания, то оставляйте комментарии, мы ответим всем. Субтитры создавал DimaTorzok